Пошли в Сильбург Что, потом в монтаж делать? Нет, я всё одним роликом сейчас запишу Ну что-то вырезать же можно Если что-то пойдёт не так Нет Лавь Всё в формате Как? Морской контейнер Да, морские контейнеры 20-футовые А что им тут их достать и купить? Тут постоянно контейнеровозы ходят Так, ну что, у нас здесь канал Вон мостик Через канал Вон крепость виднеется Вон, видишь вон башню? Да Вот Вот Да Сейчас Корюшка Видимо идёт Значит, любишь рыбалку Вот Хорошая рыба Да По-моему, там пять шлюзов Или семь шлюзов Они открываются по расписанию Видел видосы в Ютубе Есть, как их смены пытались с Ладогой переплыть на яхтах и пятерах И, короче В итоге пришло семь По этому каналу плавать Потому что, когда это Когда болтать начинало в Ладоге Без шторма Без шторма Он говорит, со своими мерять У меня тут волна полтора метра Ещё шторма нет Я решил Хватит мне по Ладоге плавать Ну, и ты тут Ну, и ты здесь Ну, и ты там Ну, и ты там На Ладоге У неё можно попасть только на катере А, это тоже сейчас Да, да, да А мы сейчас выходим на На Ладожского Но оно отделено здесь Каналом На Ладожском Ну, тут где-то Переход должен быть В черте города Мы идём 4 минут Судя по записи Единственное, что можно сделать Это плавать А крепость с этой стороны Разрушена Немножко Как по-моему Ощущение По-моему Даже не реставрируется Слушай, нет А часть реставрируется Вон Видно, а часть Как туда вообще попасть? А? Как туда вообще попасть? Только на катере Никак Вот на этот островок Ну да Там уже Доншо Расстояние Нет Я имею ввиду На тут А, на линию Через Новый Ладожский канал Перейти Мне кажется Как будто это Там даже моста нет Так это Наверно Дача Рыбаков Которых лод Озеро Да, вот это Видишь Вон далеки Это песчаные пляжи А вот это Вот это Называется Залив Невская Губа То есть это Прикинь какое озеро Что? У этого озера Вот это Залив А выход Километров 6 туда Вот это горизонт Это выход в озеро Ну, чтоб ты понимал Озеро 230 километров длиной И в два раза шире Байкала То есть около 80 километров шириной Глубина До 230 метров Вот По объему воды Это самое крупное озеро В Европе Одно из крупнейших в мире Оно в десятку крупных В мире входит Вот Из-за того, что озеро Располагается С севера на юг То есть туда идет Карелия И там у него Та сторона северная Там фьорды То есть там очень-очень Там тысячи островов И береговая полоса Изрезана такими Заливчиками Каменными Все Вот Ну, озеро очень интересное Вон, видишь, корабль Плывет большой Вот Ну, да Вот На озере Волна иногда поднимается До 6-7 метров Здесь То есть это Не озерные волны Внутри озера Поэтому Если Ты плывешь Километров 20 От берега Ты покажешься В месте Где не будет горизонт На горизонте Ни такой земли Вообще Просто будет Вот так Горизонт Одна вода Понял Здесь Тысяча шагов пройдено О, кстати А я GPS Скрининг Поставлю О, у меня можно с телефона управлять еще Камеры Смотрим По-моему, вчера на Финском заливе типа не было Как думаешь Не, а озеро Ладошка очень холодное Оно очень Зато здесь Вот Я уже только Да, там не было Теплее было Зато здесь Вот так В октябре Вот с Ладоги идет Как бы теплый воздух Мало ощущение Теплость Вот оно Если по карте посмотреть Финский залив Финский залив Он по ширине Вот какая-то Невская губа То есть он Такой же по ширине Как Вот этот вход В Ладогу То есть Финский залив нельзя сравнить С Ладожским озером Огромное оно О, можно выйти на Пирс Здравствуйте Надеюсь тут доски выдержат Дружную петербургскую компанию Вон 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 Девяточки смотри У У Вон Вот Батареек Не сядет У кого? У тебя existence Просто Вот У меня � Батaret Коор Waters Я перекину файл за 5 минут и раз в 1,5 часа надо файл перейти. Это уже более новые телефоны, они не разгрыжаются, они могут снимать. А дальше еще будет, хоть всю жизнь можно снимать без остановочек. О, корабль как идет на горизонте. Как говорят эти эксперты, в озере есть физический эффект проявляется того, что земля искривлена. Корабль мельчает не от того, что он уходит далее, а мы начинаем нижнюю часть корабля терять из виду. Если большой бинокль присмотреться, когда очень далеко корабль идет, то мы будем видеть только верхнюю часть. А это и есть искривление земли, потому что земля круглая. Вода идеально гладкая поверхность и позволяет увидеть физический эффект искривления земли. Судя по тому, что я там пляж вижу внизу деревьев, значит здесь недалеко. Так, а здесь какие-то, какие-то внутренние. Ага, еще один канал. Вот лодки рыбацкие, они вот там. Ну да, гаражит для лодок. Ну да, чтобы не тащить его. Лодок достаточно бурная сейчас, вон вижу, волна держится. А? Прикольно. Да, может из пулемета отстреливаться, если что. Угловая башня. Интересно, какой дизайн видится. Ну да. Прямо... Купола мои кресты. Может это дворец? А может это... Галкино. Может это в формате моей родной тюрьмы? Скучаю. Скучаю по тюрьмы. Что-то невероятно там мельницы. Да, да, да. Ветряк их от электрического рыбац. Опаньки, корабль типа как-то сдвинул, вот шлюз сильно сдвинул, ну вообще трубы сместил. Можно залезть на него? Ну типа того. Не надежно, а трапка тут. Ааа, или это так было до него, но по ощущению как будто сам корабль, да, его двинет? Смотри, потому что такие корабли стоят здесь не так уж и мелко в этом канале. Ну я так понимаю, это сезон отстойных кораблей, да, Толик? А вот переход, кстати, вон, шлюз. Ты хочешь по этой ленте пробовать эту землю? Да. У меня вот на камере DJ показывают время назад. То есть он показывает сколько мне осталось записей, ну, память позволяет. А здесь такого нет. Немножко это, конечно, уже смущает неудобство. О, экипажи в рейс собираются. Наверное, первые рейсы после сезона. А, есть какой-то топлив? Ну да, топливоз. Здорово, предкомпания, столовая. Вот это буксир, по-моему, который тянет баржу. Нифига, я себе камень положил на палубу. Такой здоровенный. Здесь коттеджи и... Здесь маяк. Маяк? Да. Ой, я тогда неправильно... Я думал, вот это шлёса, а не всё. Это просто корабль. Пингвин. Да, он форме маяка. Прикольно, да. Дом в форме маяка. Он, видимо, морячок живёт там. Какой-то. Или бывший. Капитан, наверное, какой-то. Капитан, да, какой-то. Капитан, да, какой-то. Ну да. Люди живут в таких домах. Из окон смотрят на богатую жизнь. Вон из этих, да. Вот как они там живут, как шашлыки делают. Видимо, это целое шоу, как за стеклом. Вообще, мне, конечно, вот убивает, как жить. Когда у тебя... Вот так. Смотри, дорогущий коттеджи, а там окна. Окна соседей. Выходишь там на участке. Забор, конечно, глухой. Ничего не видно. Но все смотрят. А, землечерпалка вот такая. Землечерпалка. Ну да. Нам поворачивать надо. Потому что дальше там... Промышленный... Да. Уже... Нет, там город кончается. Здесь не будет выхода Новоавды. Говорит, а вот этот канал Новоавдужский, он перегораживает все. А вы спросите, Углевик. Ты спроси только. Может они знают, переход есть через Новоавдужский канал? Это не то, что... А вы не знаете, переход через Новоавдужский канал есть какой-нибудь? Нет, сейчас нет. А, нет. А, нет. Сейчас нет. Выданку на полу. Понял. Спасибо. Да. Так что... Ну, пойдемте посмотрим исторический центр Шлиссейбурга. Здесь много моряков, я так понимаю, что с морской темой все связано. Там обслуживают, да, корабли там, ремонтируют, масло вставят. Да, да. Это мелочь, а там у них, вот увидел, это большие корпуса. Отсюда ремонтный завод, это для крупных кораблей. Ну, тут, я так понимаю, все по-разному. Мелочевка в этой стороне, и он краны какие-то для них. А крупняк с той стороны. Крупняк сразу в него уходит, да? А не важно, это фактически Балтийское море. А Балтийское море, это же фактически Атлантический океан. То есть можно сказать, что это прямо океан. Да и это тоже может быть океан. То есть это прямая связь с океаном. Бери лодку, если она у тебя океанская. И ставь. Да хоть плыви хоть в Индонезию отсюда. Прямо отсюда. Без вариантов, без вопросов. Дома. О, какой камень. Нужно памятник ставить. Слушай, ну они такие более старые, видимо. Люди обжились. Здесь. Ну. Вон тоже дом. Смотри. Как это интересно. Видимо ветром с Ладоги его обдуло. Но там мне прикалывают. Там балконы такие, что там залипать можно иногда. Смотреть на озеро. Они наверное привыкли. Но прикольно. Высокий. Наверное вообще прикольно. Чуть даже таит. Напоминается тоже. Корабли сразу. Ну да. Много людей связанных с... Кто-то плавает в рейсе. Кто-то обслуживает. Наверное. С этой темой. С сеансами. Кто-то где-то стоит. Идёшь вообще. Поебать. Идём дальше. Как будто с работы на работу. Блин. Что? Вот в центре мы где-то. Ага. Каналы. Кинотеатры. Во как. Ну нормально. А вот мост. Ну говорили. Я слышу в Сельбурге каналы. Ну вот они каналы. Живёшь вот так. Здесь так просто на машине отсюда не уедешь. Это просто. Просто есть чем сравнивать. Вчерашние мои. Вчерашние мои. Вчерашние мои. Зачем это может быть какие-то новости. Есть небольшое количество каналов. В котором город то есть впещрен. Если говорить про вот эти каналы, то Петр задумал именно в Шлиссельбурге вот так каналы. А Петр Первый хотел сделать то же самое в Санкт-Петербурге, но у него не получилось в Санкт-Петербурге, а вот в Шлиссельбурге это осталось до нашего времени. То есть в Санкт-Петербурге на Васильевском острове вот эти линии, да, это были каналы когда-то, и вот так же. Но у нас засыпали, а здесь это осталось. То есть это просто прикольно. Город разделен, да, вот такими квадратными каналами. Правда все в таком состоянии удручающем, но не в ужасном, не в ужасном. Но здесь они сделали переход вот так, понимаешь. А, там уровень воды разный, здесь выше, здесь ниже. Вот, сейчас, секундочку. Да, разница в уровне воды. То есть это, я так понимаю, за пруда. Чтобы вот сюда вода не поступала. Это какой-то внутренний контур. Походу, у них там что-то затопляет, затапливает. Какой-то пар. Да. Возьми, мы посидим еще где-то. Я предлагаю посидеть самый исторический центр. Вот там вот, да. Я так понимаю, что тот квадрат, он новостройки. А здесь ближе. Ну, давай, глянь. Ну, мне кажется, я сориентировался. 23 минуты мы идем. Мы круг далеку крепости орешек. Сейчас возвращаемся. Ну, что, Толик. Секундочку, не убираем. А как-то покрупнее можно карту сделать, чтобы... Нет, если шлюбоку видеть. Ну, что, сейчас мы на небольшом островке. На небольшом островке. А можно еще ко мне повернуть? Все-таки детально. Детально. Ну, как два Махонора. Чипа того. Да. Причем два телефона. Ну, по идее, чтобы... Если вот спальный район посмотреть, то это надо спотовить. А, давай посмотрим центр лучше, я предлагаю. Кажется. Вот туда. Уверен? Да. Ты догадываешь? Нет, 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 я уверен. Вы в чем-то, Анатолий Евгеньевич, сомневались? Ха-ха-ха. Сомневались. Да. А, не сомневался, да? Да. Только убийственное, как-то, на моем. Серковый мопед. По-моему, у тебя вот эта штука была вторая. О-о-о-о. Вот здесь рассекала. О-о-о. Смотрите. Какие интересные старые парадные. О-о-о. Грамм так не рассекают. Грамм так не рассекают. Иногда кто-то на Ямашу. О-о-о. Да-да-да. Ну это не место. О-о-о. Да-да-да. Вот это вот с Кировска приехали. Слушай, Кировск не такой богатый. А, вот, кстати, часы. Это С. Он богаче, потому что там KFC, конечно. Ну окей. Здесь Dodo Pizza. Да. Мы сегодня попробуем Dodo Pizza. Нет, я думаю, и не надо попробовать дорогую Dodo Pizza. Возвратимся в Санкт-Петербург и там, да? Закажем KFC. А есть какие-то у тебя за 149 рублей? У меня это не продается. А-а-а. Все. Окей, Толян. Все. Я понял. Слушай, а что-то несколько... Я забыл. Ты даже про ведро говорил, да? Уже, да. Что-то я это... Затупил. Ну вот как бы вот места вот... Вот домов много вот таких хрущевок. Но оно как-то все, конечно же... А если вот сейчас делают виренолаз? После России вот эти сутки? Нет. Нет? Почему? Потому что... Ну вот тут, блин, Толь. Рокисненький. Московский. Может быть, в Петербурге. Может быть, в Петербурге. Вот, блин, я вот не понимаю, там какая вот планировка должна быть. А. У нас же тоже есть хрущевка, да? Ну ты мне рассказывал, да. Ну... У вас вроде как собрались сносить, да, именно от ваших? Я не знаю. Попадают под эту программу? Да. Под именно... Тип дома. У нас у меня домико стоит. Да. Какие? Дом? Да. Это все... Я же тебе... Я помню, ты говорил. Это... Это... Надо смотреть на сайте местной администрации. Есть ли у них программа расселения ветхого жилья и реновации. Слышишь, Толя? А, вот, там раком теплоты. Да, там раком, раком. Да, там раком. Что вы по говорили? Это будет? Нет, нет, нет. Да. Идем, слипетер, а потом. Мик, демкеймер. Пив, 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 пив. Пив, пив. Пив, пив, пив. Здесь вообще категории все. Смотрите, начинаешь с самоката, потом мопед, потом мотоцикл, когда уже отслужил армию, да, как бы, все увидели, а самые маленькие, они просто бегают, эти, ползунка, ползунки из этого, снял ползунки, да, пошел на самокате, потом на мопед пересел, мотоцикл, ну, и жизнь не дала, да, Толин, все. А те, кто уже на дачу, кто-то иди, ну, вот на таких, да, вот, да, вообще, звездный класс, не, ну, мне, как, атмосфера другая такая, вот, знаете, как будто я попал, там, в Санкт-Петербург 90-х годов, там, детства, вообще такая интересная, атмосфера. Ну, я не знаю, да, в Санкт-Петербург, сразу напоминает мне работу, которая меня скоро ждет, опять. Правда, с грёстного душе, справа. Да. А что у тебя за работа, если не спят? А там, оборудование, которое есть, сюда, сюда, там, связь, вот, короче, ремонтируем, сайм, устанавливаем, обеспечиваем связь, там, по рации, все такое, ну, грубо говоря. То есть, вот, вот, в Затай, вот, это вся тема, как, там, корабли здесь, отстойник, и ты также, вот, этой темой занимаешься. Да. Нормально, зато недалеко от дома. Ну, нас никто не уважает, родители, либо мы коляшники. Ну, они не понимают, там, материсты всякие, там, матросы. Ну, типа, нет такой физической работы, не приходится обсираться, да, там, напрягаться, крутить какую-то дурную, там, гайку, да. Можно и так, как бы. Проводки тонкие, да, там, вообще, женская, можно сказать, работа. У нас не любят кормить. Когда обед начинается, ой, радисты пришли, надо убирать игру. Ну, там, по желанию кормят. А, нет, ты радист? Радист, да. Может, тебе... Ну, то есть, нас радистов называют. Ну, ты скажи, ну, раз, раздел такой, ну, без связи плавайте, чё, шо, шо. А если еще как? Все, ну, барах. Барах. А, может, тебе этот? А, вот центр, вот. Мы сделали круг. Да. Ну, давайте посмотрим центр. Раз, видите. Ну, давайте, везде, везде. То есть, нам надо было не сходить с этого островка, а там... Может, ты на диспетчера? А, где там? И что, учиться же надо? Слушай, ну... А мы узнавали, что-то этого, ну, там надо, как бы, связи иметь, что-то туда попасть. Да. Вы, суки, там учиться? Опять же, переучиться можно. Я сейчас тот не закончил. Так, двух центров, да? Это, да, вот центр. Мы сейчас посмотрим, что у них самое историческое. Самый исторический центр, куда я дошлюсь. О, есть отличие. Сейчас был более пайзен. Да, наверное, скорее всего, да. Не, ну, если сейчас заплатить полторы штуки, поехать в крепость, то, я думаю, что, конечно... У тебя увеличатся просмотры. Ну... В моем канале. Не, это вряд ли, но ощущения от Шестельбурга вышло. Не, реально здесь, ну, скорее всего, я так ориентируюсь, что никто не смотрит. Ну, кто будет час смотреть, если бы... Ну, и слава богу. И вот это стоит за деньги. Это птичка. Причем за большие, да. Э, Толя, ну, это же канал другой. Ну, то есть, это я не на инвестиция, а на другой канал. Да, личный. Слушай, я как-то не... Вот он меня спросил, какое название, а я понял, что я что-то даже никакого названия помню. Константин Васютин и все. Бюджет. Сужет. Бюджетная версия. Константин Васютин, бюджетная версия, да? Да. Пюджет на легке. Совсем. Совсем на легке. Пюджет на легке. Еженедельные путешествия. Под ползком от Шлиссельбурга до Кировска. Да. Вот здесь там никак не верят у себя машины. Ну, здесь у них как бы немножко заброшка такая. Да. 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 Вот это явно дом 19-го века. Ну, и там Дикси, да, вот это... У нас раньше общага такая была. Ужетая. Серьезно? Двухуровневая. А, вот. Двухуровневая. Двухуровневая. Ну, да, здесь вот. Красная площадь. Красная площадь. Вот это. Красная площадь. Слушайте, ну давайте выйдем на Красную площадь, раз сделать такое. Мы были на Красной площади один, были на Красной площади в Москве, а вот сейчас мы на Красной площади в Кисельбурге. Ну как, уровень есть различия? Конечно. Слава Богу, что есть. А, это не Заброшка, это же Лоза. Вот она, Красная площадь. Ну, брусчатка, как на Красной площади. Вот тут. Вот тут. Савва Драгузинский, 1700. Толик, Толь, а давай посмотрим эту улицу. Медь. Школьная. Гора Мая, бывшая, да? Что-нибудь найдешь. Ну, вот где-то вам. Да, может быть, это лучше. Да, 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 пойдемте посмотрим военные. Ну что, Толик, какие у тебя предложения еще? По-моему, мы его так... По кругу прошли здесь. Ну, вообще здесь 4 километра. Может быть, 20 рублей. У нас просто, наверное, много ситуаций. Там какие-то памятные таблички. Это, наверное, наверное, много. Вот точно, какой-нибудь для чего-то увидеть. Хочешь, да? Ну, там, вот, что-то. Ну, там, вот, что-то. Ну, там, вот, что-то. Ага. Ага. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, прикольно? Прикольно Как детская площадка старая А, ну это такие корабельные пушки Прикольно Корабельные мини Офигеть! Субтитры делал DimaTorzok А вот эта пушка как будто из Звездных Войн пришла Прямо этот крейсер свободы Субтитры делал DimaTorzok А там зайти можно для умных Да, там я видел, что залезали И залезть, и зайти, там вход есть Вот это да! Вот это да! Вот это да! Залезешь? А как они там поедут? Вон внизу Как в танке? Ну да, так да! В сидушке вот, пожалуйста, сиди Сиди, рули, управляй Она зенитная, она поднималась и по самолетам А здесь это снаряды падали Причем видишь, какая тема Много снарядов сразу упадало Снаряды, гильзы летели Вон так крутится еще башня Так, ладно Я наверное вырезаю Субтитры делал DimaTorzok Прикольно Толик, а ты можешь покрутить нему? Если бы так талямбру раскрутил, то можно даже это Можно закрутиться здесь Прикольно Здорово Прямо карусель какая-то Да еще можно стрелять Ну давай здесь Еще бы каску был? Примечательно Вот это самая крутая пушка Ребят Смотрите как там круто Туда залезть Нет, я не ебанить ее Да, на место столы Закрутили мы эту пушку Да, это нормально Давай Давай Пушка из звездных войн Крейсер галактика Борец империи зла Нет, реально мне эта пушка напоминает какие-то звездные воины Ну что ты, Толик, в принципе мы весь центр посмотрели, церковь еще заглянуть и полный набор Итого занято 44 минуты То есть 44 минуты назад мы, в принципе, почти отсюда же начали круг хода в Косельбургу Куда? Может быть сейчас Толик посмотрит Пировск И если то лучше в Пировск заехать Сразу же Ну да Сразу посидим там и водичку взять Ну Фиг знает Дорого здесь, дешево По ощущению, что здесь был когда-то в этом здании их, ну такой древний рынок Такой 19 век А Дикси потом как-то вот здесь обосновала Ой Я это Привет Привет Я это Я это Да Нет Ну вообще-то странно как Здесь как бы много каналов, это холодная вода, Нева тут Вместо так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...